Прокладка кабеля в фонаре от верхнего патрона Между стеклами в углу образуется паз Вот в него очень хорошо укладывается кабель В данном случае даже не закреплен там Но можно нанести пару капель того же герметика, которым вклеивали стекла Дальше он проходит вниз И в нижней части закреплен хомутом Вот длинный болтается, это хомут Когда окончательная фиксация провода будет, хомут будет затянут и обрезан Соответственно дальше кабель уходит в трубу При установке маленькой стандартной лампы E27 патрон Такой фонарь сверху Она очень легко вставляется здесь сбоку Проходит здесь много места И без проблем закручивается То есть сменить лампу проблем никаких нет Вот есть вот такие вот лампы Тоже патрон E27 Крупная лампа Она на 45 и на 47 ватт Вот эти лампы уже В такой корпус не входят Просто не проходит Здесь есть два варианта решения Либо Переставлять патрон В нижнюю часть светильника На первом На самом светильнике, который у нас стоит на улице Это так и сделано Здесь были обрезы, сделаны прорези И вот эта вот часть, весь кронштейн Он был просто вварен в нижнюю часть светильника А здесь просверлено отверстие И к ним крепится крышка Получились такие вот крепежные лапки Но это я покажу позже Ну и второй вариант Чтобы оставить патрон сверху Можно просто сделать прорезь в корпусе Достаточно для того, чтобы сюда вошла лампа Тоже как вариант Вот скорее всего С данными двумя светильниками Мы на таком варианте и остановимся Единственное, что это сразу надо предусмотреть И прорезь делать до того, как фонарь окрашен И естественно в определенные стекла Потому что вот эти вот перестановки Требуют сварки Есть вариант еще Обрезать, загнуть лапки И приклепать к нижней части Светильник И тогда сварка не потребуется Потребуется просветлить пару отверстий Но клепка она вещь ненадежная Там как работает пара алюминий-сталь И алюминий довольно быстро корродирует В данном случае И потом крепление разбалтывается Так, ну а теперь вопрос По поводу крепления фонаря Ну в данном случае Фонарь у нас ставился 30 декабря Прошлого года По-быстрому Приехали мы на Новый год Хотели засветить площадку Потому что длинные выходные Новогодние Можно что-то еще поделать А темнеет очень рано Поэтому срочно был поставлен фонарь Здесь никакой лирики не было Вот Использована труба Здесь труба 42 Обычная сантехническая Сначала загнали кусок трубы В землю он просто вбит Здесь проводка наружная Ввиду того, что фонарь временный Естественно Никакие траншеи не копались И мы ничего не делали Впоследствии будут Уже когда мы придем К окончательному решению Где у нас будут фонари Как у нас будет выглядеть участок Мы выкопаем траншеи С подводкой электричества И тогда уже будет сделано все Нормально В соответствии со стандартами То есть кабель будет входить в трубу Пройдет внутри трубы И соответственно выйдет в фонаре Ну это было временное решение Опять повторюсь Мы забили трубу Здесь полутораметровый кусок трубы На метр он забит в землю Здесь дальше идет Переходная труба меньшего диаметра Закреплена кровельными саморезами Сверху стоит уже кусок длинной трубы На которой крепится фонарь Сделано это для того Чтобы во-первых Была возможность забить трубу Потому что понятно Что трубу длиной 4 метра Забить в домашних условиях По крайней мере трудоем Поэтому мы поделили трубу на две части Остальные фонари Были сделаны иначе Там мы трубу просто закопаем Не хочется уже портить трубы Которые есть Поэтому они будут просто закопаны Впоследствии Впоследствии Это вот чисто идея Будет сделана форма Напоминающая форму старинного фонаря В которой будет потом произведена Отливка бетонной болванки Которая будет установлена Дальше одета на столб На фонарь И будет упираться в круг Но это я покажу позже Когда это мы уже сделаем Правда скоро это не будет Поэтому может кто-нибудь реализует все это раньше Крепление самого фонаря Вот здесь вот фонарь У нас патрон находится в нижней части фонаря Сделано все по-быстрому Вот быстросъемные разъемы стоят Потому как явления временные Поэтому стоят все разъемные Но здесь видно что фонарь плохо Несколько иначе сделан Кусок трубы короткий Плохо смотрится Большая версия Она намного лучше Где длинная Крупая струбка А улее все это приличнее Но опять повторюсь Это все делалось на скорую руку Это у нас такой Экспериментальный образец Вот те самые закатки О которых я говорил Вот они А следующее выглядит Как будто он склепл Большая лампа Как показать-то тут он Сознанно не чистился И небо отражается Ну вот там вот видно как вырезана Та часть, которая При креплении верхней крышки Оставлены только небольшие Лакушки Которые собственно крышкой крепятся Надо все чистить Участок у нас дикий Поэтому тут насекомых тьма Все в паутине И вот крепление Патрона самого Оно же снизу То есть здесь все довольно просто В данном случае у меня патрон Закреплен саморезами Этого оказалось достаточно Вблизи конечно выглядит неказисто Но когда смотришь на фонарь снизу Всего это не видно Потому как это все мелкие детали И далеко Что касается вот этого крепления То лучше Когда все-таки вот эта трубка длинная И фонарь поднят выше Так чтобы вот эта вот кромка Была заподлицо с трубой Если требуется переходник Переходник Чтобы скрыть провод То лучше взять Сделать крышечку На все на это И туда трубку меньшего диаметра поставить Просто вот Вся красота фонаря Которая в данном случае Вот из этих вензелей состоит И когда Если бы он был поднят Здесь бы было Пространство воздушное Оказалось что он Висит на всей этой конструкции А на данный момент Из-за того что мы Торопились и слишком низко Закрепили по отношению к трубе Сам фонарь Выглядит как будто он просто Часть трубы Это вот такие вот вещи На которые стоит обратить внимание Надеюсь я на все вопросы ответил Но здесь вот опять же Уйдет потом проводка в трубу И вот этого вот Всего разгильдейства не будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!